Здравствуйте, в эфире Якутия 24 новости экономики. В студии Евгений Баженко. Экономическая часть послания президента к федеральному собранию должна снять неопределенность для бизнеса и вернуть желание инвестировать. Также президент обозначит контуры будущего развития экономики страны на ближайшие 6 лет. Так считают опрошенные РИА новости эксперты. Президент России Владимир Путин выступит с традиционным посланием к федеральному собранию 1 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что оценки работы и перспективы на будущее в послании будут совпадать с программой Путина на выборах. Создание российской платежной системы с использованием мессенджеров обсуждается на уровне регуляторов и экспертов. Сообщил в интервью РИА новости первый заместитель руководителя аппарата федерального правительства Максим Акимов. «В основе нашего финансового суверенитета не обязательно должна быть карта мира. Это может быть и платежная система, построенная на использовании новых технологий, в том числе таких, как мессенджеры. Россия способна создать глобальные компании, которые станут конкурентами Google и Alibaba», сообщил Акимов. При этом он отметил, что речь не обязательно идет о разработке государственного мессенджера под платежную систему. Годовое потребление дизельного топлива сократится на 16% после строительства ветропарка в Тикси, сообщает официальный сайт Егора Борисова. Напомним, вчера был подписан договор о строительстве нового энергокомплекса, состоящего из трех мощных ветроустановок, трех генераторов и аккумуляторных батарей в Булунском районе Якутии. Документ подписали правительство Якутии, Русгидро и японская компания НИДО. Японская делегация уже побывала в Тикси для оценки суровых арктических реалий. Энергокомплекс будет завершен к 2020 году. Эксплуатировать его станет компания Сахаэнерго, дочерняя структура Якутскоэнерго, входящая в группу Русгидро. Конструкторы легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС планируют ряд демонстрационных полетов машины в Якутии. Они не исключают возможности улучшить характеристики самолета и намерены приехать в Якутию в начале апреля. Это стало известно в ходе совещания по вопросам запуска самолетов в серийное производство, которое прошло в Улан-Удэ. В этом совещании по видеосвязи участвовал министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Винокуров. Он отметил, что в регионе готовы поделиться многолетним опытом эксплуатации малой авиации. В апреле этого года Бурятия и Якутия намерены заключить долгосрочный договор на поставку новых легкомоторных самолетов ТВС-2ДТС, производство которых планируется на Улан-Удэнском авиазаводе. Эксплутантом самолетов выступит компания «Полярная авиалиния». Договор должен предусматривать поставку не менее 200 машин. На рынке недвижимости наблюдается активная реализация отложенного спроса. Решение о приобретении жилья сегодня принимают люди, которые откладывали его в течение последних трех лет. Суммарно объем отложенного спроса составил 60% от просмотренных квартир. Об этом сообщил информационно-аналитический интернет-портал «Индикатор рынка недвижимости». Тенденция наметилась еще летом, когда ставки по ипотеке начали снижение. Другой фактор, повлиявший на рост отложенного спроса – снижение цен на недвижимость, которое в прошлом году затронуло почти все регионы страны. В России могут появиться безотзывные вклады, на которых будут накапливаться средства на первоначальный взнос по ипотеке. Средства с таких вкладов нельзя будет снять до указанной в договоре даты. Предполагается, что это позволит легче накопить необходимую сумму. Документ может быть внесен в Госдуму в марте или апреле. Об этом сообщил автор инициативы, глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке, уточнил он. Безотзывность гарантирует банку возможность распоряжаться средствами весь период действия вклада. А значит, этот банк сможет предоставить клиенту выгодные условия. 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи получат субъекты Российской Федерации на повышение минимального размера оплаты труда. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты страны Максим Топилин. Напомним, закон, который повышает МРОД до уровня прожиточного минимума, был внесен главой государства и принят Госдумой 16 февраля. Согласно этому документу, 1 мая 2018 года минимальная размер оплаты труда составит 11 163 рубля в месяц. Подобные правила коснутся порядка 3 миллионов человек. Из них более половины – это государственные и муниципальные служащие. Якутия занимает 32 место среди 85 регионов Российской Федерации по уровню долговой нагрузки. Объем госдолга Якутии по состоянию на 1 января 2018 года составляет 46,2% по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджета. Или 51 миллиард 800 миллионов рублей в физическом выражении. Наибольшую, то есть свыше 100% долговую нагрузку в 2017 году показали Псковская, Орловская, Костромская области республики, Республики Кабардино-Балкария и Хакасия. В Мордовии уровень госдолга превысил 225% собственных доходов бюджета. В физическом выражении самый большой объем долговой нагрузки у Краснодарского края – 149 миллиардов рублей. За ним идут Красноярский край – 99 миллиардов, Московская область – 97 миллиардов и Татарстан – 93 миллиарда. Рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки 2018 года составлен Российским информационным агентством «Новости». Сбербанк открыл Ленскому пароходству кредитные линии на 900 миллионов рублей сроком на три года под 11,5% годовых. Средства привлечены на финансирование текущей деятельности, то есть прежде всего на подготовку флота к навигации 2018 года. Возврат средств гарантирован правительством Якутии. Также ЛРУП заложил собственный объект недвижимости, в том числе 21 морское судно, которое, согласно российскому законодательству, относится именно к объектам недвижимости. Акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» занимается транспортировкой нефтеналивных, генеральных и прочих грузов судами типа «Река-море» на территории Якутии, Иркутской области, Красноярского края и Чукотского автономного округа. Компания оценивает рынок в этих регионах в 3,5 миллиарда тонн на километрах, а свою долю на этом рынке – в 70%. Министерству имущественных и земельных отношений Якутии принадлежит 51% акций компании. В 2017 году число пользователей проводного интернета в России увеличилось в сравнении с предыдущим годом на 4,3% до 33 миллионов пользователей. Об этом сообщает ведомость. Выручка от обслуживания таких абонентов выросла за год до 130 миллиардов 100 миллионов рублей. При этом Россия входит в число стран, наиболее активно использующих мобильный интернет. Доля пользователей, выходящих дома в сеть только через мобильный интернет, составила около 16%. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.